здравствуйте новый монолог нирваны сегодня 13 июля 2022 год лета прошел дождик сейчас свежее сегодня я хочу поговорить о двух вещах о трудности и легкости я всегда беру две темы сразу я интересная жизнь блин это я своем извините так вот трудности легкость я беру два полиса обычно противоположных но это интересно конечно это тема следующего нашей нашего разговора сейчас я говорю о трудности например почему я у меня так судьба сложилась почему я живу в нищете и в творчестве почему а иначе быть не могло то есть это все так закономерно почему мне поставили диагноз шизофрения тоже закономерно потому что я не всегда была не такой как все и хотела быть всегда не такой как все то есть я не хотела хотя я работала и в магазинах и на точках и уборщицей и т.д. и т.п. но всегда я была другой немножко какой-то всегда надо мной все смеялись потому что я приходила когда работала вахтершей или там когда работал гардеробщицей я приходила я стану набирал вышивание гору книг город страдий бабы сидят смотрят они разговаривают у них идет работа они работу отрабатывать свой день нирвана сидит вышивает сидит пишет обслуживает людей выдает им номерки и в то же время сидит читает и пишет у меня все время были груда таких каких дел дополнительных но это я отвлеклась немножко я хочу сказать трудности легкость вот две темы не бывает легко кому легко тут вырастает дерьмом тот не ценит жизнь не ценит главного любви искусство прекрасного не ценит кому за кого все сделали родители изначально с детства делают и по сей день до до 40 до 50 до 60 делают у родители все вот у меня есть котенок когда ему стало плохо я как строгая мама я его отнесла на улицу я каюсь вот перед котенком перед всеми но я это сделала для того чтобы он почувствовал что такое улице и начал есть сам котенок мог пропасть могло с ним случиться что-то ужасно но я его разыскала через два дня я везде бегала искала его разыскал он снова вернулся к жизни благодаря тому что я не дала ему умереть тем когда он стал капризничать ему стало плохо я ему сделала еще хуже вот со мной произошло то же самое когда со мной случился духовный кризис когда со мной случилось сильное переживание мне сделали еще хуже меня сдали в лечебницу где бьют где связывают и т.д. и т.п. где не выпускают на свободу где курить не дают я щас курю да это вы не думаете что в больнице разрешено курить там не дают курить женщинам то есть там невозможно покурить невозможно выйти тебя бьют тебя с привязывают над тобой издеваются то есть это нужно для того чтобы человек пришел в себя в конце концов понимаете это делается для того чтобы человек быстрее понял разницу ну во первых люди что медработники что вообще жизнь она тяжелая люди устают им тоже такой поток больных людей не нужен поэтому они не церемониться они могут и вмазать могут и побить могут и оскорбить там и так далее это нормально то что я попадал в такие условия я в принципе то что вышло самое главное то что поняла что трудности это нормально даже когда тебе плохо надо еще хуже сделать в этот момент чтобы очнуться а иначе никак иначе ты всю жизнь опустишься до такого что будут сегодня очки до 60 лет родители за тебя вытирать рот твой год и кормить тебя поэтому чтобы чему-то научиться нужно всегда усилить вот то что есть у тебя сложно также в искусстве в рисовании тяжело получиться те кто знает я говорю тяжело учиться там ты не видишь не свет белого как говорится не денег про деньги вообще ничего не говорю то есть пока ты учишься в тот сам процесс ты не видишь ни дня ни ночи ты работаешь тебе еще двойки стоит за это поэтому это все нормально и я котенку вернусь котенка я нашла но он стал есть он стал оживать на моих глазах когда вернулся домой то все стало нормально я как мама я естественно его разыскал и и я это сделала для того чтобы ему стало лучше и например те родители которых своих детей отдают в трудные условия они делают правильно и те педагоги и те люди они руководители или например создавая сложные условия человеку и но потом когда он возвращается он уже снова уместил не возвращается в жизнь поэтому надо любить трудности а иначе ты будешь кто 0 без палочки поэтому любить трудности всем удачи